здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы будем говорить о скорой медицинской помощи так вот полное название это когда-то это называлась больничная карета когда-то на каретах возили в давние времена но вообще вообще тема оказания экстренной медицинской помощи когда мы вызываем не просто врача а уже беря трубку телефона или нажимая на кнопки понимаем что вот сейчас в эту минуту кто-то с сиреной выезжает для того чтобы ну зачастую спасти жизнь нашим родным или нам самим и очень приятно что наша скорая медицинская помощь люберецкая что называется на страже у нас гостях заведующий люберецкой подстанции скорой медицинской помощи алексей михалыч судьи здравствуйте добрый день вот но я так понимаю на страже потому что нас вот я так прям прочту начала работы зенинского поста вообще что такое пост вот в этом понимании пост это является структурным подразделением станция вообще в целом скорая помощь московской области существует станция потом идут подразделения подстанция по округам московской области и соответственно посты это одна из структурных единиц московской областной станции скорой помощи частности зенинский пост в том числе которые недавно открыли сразу хочу сказать что этот пост он на 4 бригады скорой помощи полностью это трехэтажное здание новые абсолютно со своим теплым гаражом так спешите сейчас сразу все расскажите мы не будем торопиться и так пост правильно понимаю что где-нибудь московской области на удаление может даже быть маленький такой позди может стоять одна машина скорой помощи ну зависимости от населения а чем ближе к значит большим городам тем количество посты превращается в подстанцию а потом в итоге станция это уже московская областная да ну примерно так для чего они создаются эти посты чтобы была доступность чтобы доезд на вызов разладала короткое плечо то есть ставится в тех районах чтобы из этой точки можно было доехать ну как сеть да такой сообразный медицинский интернет можно сказать ну хорошо и вот вы говорите четыре бригада зачем три этажа для четырех бригад ну потому что вот этот пост он тоже построен согласно приказу есть и приказ регламентирующий да который регламентирует именно помещение оснащение все это четко по приказу то есть никак иначе нужны помещения кабинета комната отдыха комната приема пищи и так далее а вот это строительство шло долго вообще кто регулировал это спустили сверху московский московской области да что должен быть такой пуск кто мне ну это это строил нам этот подарок построил так скажем самолет а а до совместно с администрации городского округа я так понимаю что это инвестиционный контракт самолет строить жилые дома соответственно в рамках этого контракта строятся социальные объекты это разумно скорая помощь и поликлиники вот в частности рядом же у нас поликлиника тоже новая открылась то есть я понимаю что это час но это такой крупный комплекс потому что большое количество людей большое количество детей что мы разговаривали о детских садах и о поликлинике и о школах то есть ну весь обслуживание там я помню еще была проблема строили стройли потом вывезли что магазинов нет ну таких больших нашем понимании и конечно же важно что была скорая помощь потому что наверное пока не было этого поста откуда ехали то далеко не да не приезжали из северной части города это микрорайон красногорка там есть тоже подстанция северная называется вот оттуда приезжали ну соответственно конечно это не не такое большое плечо но тем не менее потому что мы учитываемые пробки все до для скорой помощи тоже это когда поток плотный не так быстро доехать мы чуть попозже поговорим об этом этажах и интересно конечно насколько это все регламентировано кто тоже наверно все это составлял но тем не менее какой сегодня вот норматив человек как он дозванивается но либо по телефону либо не знаю каким образом через сколько скорая помощь она наверно в москве может один норматив а в московской области другой как нет это норматив он один единственный приказ по скорой помощи 388 он регламентируется это федеральный закон у нас единая служба это 112 человек набирает по телефону номер 112 и соответственно принимается вызов сразу хочу пояснить что у нас вызова есть категории экстренные есть неотложные что-то говорится либо экстренные экстренные это где есть прямая угроза жизни так это на первом да это бессознание роды кровотечения вот такие ситуации где нужно будет доехать до 20 минут экстренно оказать помощь 20 до и при необходимости выполнить медицинского кулаца неотложные так вызов полу вызова это те где нету прямой угрозы жизни обострение хронических каких-то заболеваний тут мы их обслуживаем при отсутствии экстренных вызовов этот вызов он не регламентируется мы можем его и также за 20 минут доехать может отсрочено это и когда идут небольшое количество экстренных вызовов можем течение часа приехать либо неотложные вызова также есть функция такая передаем на неотложную службу при поликлинике а что такое неотложность неотложной службы при поликлиниках есть бригады неотложной помощи которые до выезжая также на вызов и из транспорта за конечно часто если у нас в городском округе это все организовано то есть сделано это для того что в том случае если ну наверное мы не хочется вспоминать пандемию но это был такой эти видео да когда стояли машина сейчас это но с такой грустной улыбкой мы вспоминаем но тем не менее сегодня мы понимаем что если вдруг неожиданно совпало два вот таких неприятных вызова вы говорите да что там четыре бригады у вас работает они одновременно 4 работает или 1 в запасе нет они все время работа 4 но то есть грубо говоря если вдруг 4 бригады вынуждены были уехать то есть еще возможность из поликлиники пятую куда-то отправить ну давайте сейчас вернемся к развитию у нас как вы понимаете тут очень много было врачей мы говорим с врачами разных направлений но скорая помощь это наверное такой ну те кто бывали в больнице либо родственников привозили вот эта картинка когда приемный покой и стоят медбратья медсестры которые привезли своих значит больных стоят их оформляют и мы прекрасно понимаем что скорая помощь это без чего вот такие экстренные вызовы к несчастью но не получится и мы на них рассчитываем и от того как быстро автомобиль доедет насколько он хорошо оборудован насколько люди которые там находятся в этом автомобиле понимают что нужно сделать в тот или иной момент зависит опять же жизнь людей вот мы немножечко и поговорим возвращаемся к зданию здание новое построена по схеме определенной вы все проверили да конечно было согласовано техническое задание то есть определенные процедуры пройдены и все это построилось тем правилам и нормам которые должны быть они как-то вот соответствуют уже современным да или у нас есть старые где-то подстанешь не перестраивают где-нибудь московской области у вас совсем самое но нет вообще полностью все новое то есть все автоматически вентиляция современная на приточно вытяжная вентиляция механическим побуждением ну то есть там много говорить вот нюансов и пожаротушения то есть все соответствует всем нормам и правилам есть автомойка своя собственная на то автомойка затем машинам и скорой помощи они же не должны быть грязны вот это да да по последнюю даже автомойка и красиво конечно специальный бокс интересно тоже вот немножечко о машинах давайте поговорим почему потому что мы понимаем что сейчас такое время но санкционное так далее и был период когда но 90-е годы я помню сплошные были импортные машины зачастую кстати поношенные что называется вот эти автомобили заказывались кем как вы тоже как-то принимали в этом до принимали в этом участие эти автомобили повторюсь тоже были заказаны застройщиком то есть и нам предоставил их самолет то есть эти машины но он же не ненавито их покупал правильно это специально аккредитованной сертифицированной организации который делает эти машины да они наши российские машины они газель к когда все это на этапе закупок занимались этим вопросом и мы тоже подключались как медики смотрели каждое оборудование все это с нами в том числе согласовывалось и мы говорили что как они должны выглядеть принципе нас услышали и так и даже так то есть вы даже могли участвовать в этом вот я думал что там просто вот так выпускается одна газель для цементного завода на газель для скорой помощи хорошо это оборудование которое стоит в автомобилях сегодня тоже но необходимо для таких срочных вызовов обязательно конечно ну знаете как в кино показывают что там дефлюбериантор должен быть я не знаю аптечка какая-нибудь вот удобная значит ложа на котором лежит больной там все это есть потому что они машины эти специально сделаны для этого есть и носилки есть приемные устройства для носилок чтобы носилки закатывали есть все необходимое это дефибриллятор электрокардиограф есть там комплекты шин при травмах различных есть родовая укладка потому что мы мы и дома рода принимаем и в машине скорой помощи то есть при любом состоянии чтобы оказать первую скорую скорую помощь все необходимое там есть и это машин получается четыре команды четыре машины или одна еще не команда бригады 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 да 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 4 машины да да соответственно понят и я так понимаю что есть человек коль есть чек ну коль вы моете даже машины что для меня такое удивление вызывает что здорово конечно же и город чище от этого есть если с машинами я пока по технике с машинами что-то произойдет как-то кто-то отремонтирует у нас есть конечно есть механики есть и начальник автоколонна в рамках регионального объединения и все это делается и они тоже как бы вам всем подчиняются конечно у нас люберцы является вообще московская область она разделена на 11 региональных объединений у нас региональное объединение номер 8 куда входят городские округа люберцы соответственно наши соседи и котельники держинка латкарина плюс городского круга балашиха риотов ну и микрорайон железнодорожный это вот одно региональное объединение сейчас сделаем небольшую паузу поговорили о технике сейчас будем говорить о людях потому что очень важно какой персонал у них там все хорошо у них есть комната для отдыха комната для для питания да есть вот все вроде как все услуги для хорошей работы а вот кто работает о людях и немаловажно еще такой вопрос значит что там у них в этом как кейс или как правильно называется эту структ латка до около укладка вот мы узнаем после небольшой паузы дождитесь напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас сегодня а в гостях человек который занимается люберецкий люберецкой подстанции скорой медицинской помощи алексей михалыч суден именно занимается потому что стоял у истоков оказаться проверял все эти машины вот все помещения и вот теперь у нас подстанция пост новый работает по всем по по всем как говорится правилам по последнему слову техники мы немножко об этом поговорили а теперь поговорим о людях мы знаем как говорится не понаслышке не знаю как это у врачей но вот когда врач принимает в кабинете работает до пациенты ну операционная там другое дело хирург и так далее а вот скорая помощь иногда вот смотришь и прямо жалеешь людей потому что какая-то кажется такая работа ну с одной стороны лирично романтично с другой стороны опять же от того кто к тебе приедет и правильный диагноз делает тут и сейчас зависит иногда жизнь кто у вас в персонале где вы их брали у нас персонале работы давайте скажу сейчас чтобы было общее понимание у нас на люберецкой постанции есть бригада общепрофильные и специализированные что такое общепрофильные бригады это врачебная бригада общепрофильная и фельдшерская бригада специализированы это педиатрические бригады и бригады анестезиология и реанимация том числе еще есть психиатрическая бригада специализирована вот такой состав такой профиль бригад есть и соответственно зависит от повода вызова направляется та или иная бригада это тоже как-то до систематизировано на на уровне законодательства что-то такой набор конечно конечно это все регламентируется и соответственно если мы говорим о психиатрической бригаде она обслуживает не только район микрорайона самолет там или северно до служит весь городской округ поселок октябрьский и 116 115 квартал потому что это специализация это специализировано да они могут передвигаться и сейчас у нас есть такая возможность у каждой бригады есть планшет куда приходит этот вызов они принимают этот вызов и поехали то есть система позволяет это делать но это такая наверно особая бригада нет у нас все бригады оснащены плаш и не имею особо по ну конечно особенные я просто по секрету скажу я вот говорил у меня был опыт снимать съемок в сериале скорая помощь я как раз играл врача вот именно психиатрической бригады и я никогда не знал что оказывается есть такое разделение мы думали что ну все как бы одинаковы хорошо дальше дальше что касается посту зенина у нас дома 4 бригады как я говорил там базируются фельдшерские бригады общепрофильные бригады они также выезжают приоритет конечно это у нас микрорайон ну что что ближе самолет и соответственно деревне который располагается я ближе торбеева мошкова марусина вот та вся часть вплоть до егоревского шоссе потому что плечо доезда к этим населенным пунктам с этой точке она конечно ближе и почему и было принято решение исходя из этого именно построить этот объект вот на этом месте ну да то есть не просто также хорошо люди где брали людей люди но люди есть даже такие люди которые ждали открытия этой по станции соответственно мы в первую очередь туда взяли по желанию там где живет потому что достаточное количество людей которые живут в этом микрорайоне и удобно как и там же и работа потому что многие там купили квартиры даже вот по программе социальной ипотека которые существуют в московской области для медицинских работников и буквально вот есть люди учатся на противота и до 5 минут и все на разговора это мечта на самом деле главное чтобы они были к высококлассными специалистами но это безусловно конечно как вы проверяете диплом 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 понятно диплом это когда они закончили вуз или учреждения образовательное учреждение мы и же с определенным периодом проходит аккредитация то есть это не просто так вот диплом получил и все до пенсии нет у нас в медицинских работников постоянно проходит обучение мы обучаемся проходим аккредитацию плюс повышение квалификации все это и кроме этого у нас еще есть график ежеквартальный мы каждые три месяца на базе люберецкой подстанции проводим обучение именно тренинг проект практика да у нас есть манекены тренажеры так для кого вот для выездного персонала всего это сердечно-легочная реанимация то есть все те манипуляции которые необходимо выполнять при спасении жизни да все эти мы отрабатываем на манекенах ну я также знаю коль мы говорим сейчас о людях в первой части горели о технике нельзя не воспользоваться еще и колледжем до медицинским который у нас есть я так понимаю что вы тоже как-то сотрудничаете в этом направлении да если можно так сказать колледж вообще находится это через забор от нас южные 23 колледж рядышком все люберецкой подстанции является базой практики где проходят практику обучения в том числе наши сотрудники преподают являются преподавателями студентам и они постоянно у нас проходит практику мы свою очередь создаем максимально комфортные условия чтобы им понравились понравилось да и чтобы ребята после окончания заведения пришли к нам работать потому что многие так и остаются потому что когда пришли на практику увидели да понравилось и все это мое мы видим хочу и обучаем их соответственно на рассказываем показываем все это и люди остаются работают дура но вот такой лирично романтичный вопрос все-таки опять же когда врач там общей практики ну или как грязь год плановая медицина это одна история но операция хирургическая или какая-то не приведи господи уже неизлечимая болезнь это другая история а врач скорой помощи вот он как на эти у настолько много работает постоянно что наверное часто прилетает да кто-то вам сказать вот ему медленно ехали или что-то не то сказал и так далее я к чему веду врач скорой помощи ведь это особый врач психологическая выдержка должна быть стопроцентная в какой-то там в какой-то мере да я даже не представляю себе как вот каждый если каждого то во время смены да но сколько там может вызовов за смену будет ну среднем 14 15 до сна вы понимаете 14 15 вызов и явно они не не чай попить правда вот что что это за люди которые вот так выдерживают из какой стали они сделаны как правило на скорой кто работают и остаются в этой профессии люди такого особого склада ума и характера да и когда уже на человек остается он понимает что это его и конечно разные ситуации тем более когда приходят молодые до и переживают бывают разные ситуации порой эмоциональные ну конечно мы с ними занимаемся беседуем у нас есть наставничество закрепленные специалисты да там то есть частности заведующие старшие врачи старшие фельдшера конечно мы им помогаем чтобы вот это все на этапе начала работы до карьеры чтобы не передумали и чтобы они с ними беседуем в частности у нас есть на областной станции работает психолог при необходимости да и все это комплексная мера конечно позволяет значительно поправлять ситуации вот эти ну потому что так человек устроен что если например в скорая приехала и помогла да то врача хочется что называется на руках носить а если скорая приехала и в силу ну да как извините вот в кино показывают то есть это не значит врач плохо работал но уже поздно не получилось вот вроде как не помогла то есть вот достаются такие поэтому мне кажется что это люди которые должны иметь и психологическую закалку и действительно тот самый интерес потому что когда ты действительно ну мы кино тоже все насмотрели сейчас обратите внимание много фильмов которые но так или иначе пропагандируют работу медика что хорошо может быть иногда это смешно для вас выглядит как для профессионала но когда человек работник скорой помощи спас жизнь вот прямо здесь и сейчас приехали бы позже до или бы другой человек может быть приехал и не спас бы это же дорогого стоит у вас есть какая-то система благодарности я не знаю премии продвижение куда может продвинуться человек не у нас определенные есть мотивации вот такие ситуации где реально спасенная жизнь допустим и успешная реанимация конечно эти сотрудники поощряются мы это разбираем а с коллективом и показываем и говорим что все все этапы оказания медицинской помощи обсуждаем да и другим тоже сотрудникам вот показываем вот тут сделано правильно вот так вот от этих действий правильных выпасенная жизнь и соответственно конечно перед руководством станции мы вносим ходатайство обощрение таких сотрудников ну и самое последнее у вас есть именно возможность как бы пояснить может быть нашим зрителям потому что есть люди которые чуть-чуть что-то заболела сразу скорую помощь то есть как все таки надо правильно себя вести потому что если у тебя чуть-чуть заколола и к тебе приехала скорая помощь а кому-то она не приехала кому нужного но важнее было это давайте мы еще раз напомним наш телезрителям но тут на этапе приема звонка конечно это сложно оценить сразу да и если человек вызывает скорую где-то поколол и еще что-то в любом случае вызывают не медики обеспокоены мы должны приехать и оказать помощь лучше вот так вот потому что есть определенная процедура механизм от приема вызова и дальше как это все попадает до пациента у нас есть врачи консультанты который консультирует есть и не отложка да как говорил но основная масса все равно мы не же не знаем человек может есть такие люди которые терпят да ну колит колитные завтра послезавтра а там может это серьезно что же то есть тут нельзя так думаете и говорить если человек вызывает скорую мы в любом случае должны приехать да если это экстренное то одно время не отложено другое посмотрели сделали тот объем необходимые до посмотрели кардиограмму сахара все посмотрели послушали а нам на собрали поставили диагноз все если там мы не угрожает жизни все все мы передаем актив поликлинику и дальше дальше уже лечитесь поликлинике участкового врача если необходим медицинская эвакуация то мы везем стационар для дальнейшего скрининга диагностика и так далее не выполнил последнее что обещал чемоданчик то чего в чемоданчике то сегодня в укладке клада да есть все все то что необходимо но там очень много позиций наименований ну и не на перевязочный материал ампулу различные ну все что угодно есть продумано на самые экстренные суда да я хочу поблагодарить вас алексей михайлович за то что вы пришли к нам рассказали вот скорую помощь мы любим и надеемся на то что вот новая новый зенинский пост люберецкой подстанции а у нас реки михайлович сурдин заведующий люберецкой подстанции скорой помощи будет работать не только по-новому но и побольше сохранить жизни и достает удовольствие своим гражданам спасибо вам большое хорошая работа спасибо это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания и не болейте доброго до свидания и не забывайте